Уважаемый президент, уважаемые коллеги, я несколько раз пожалел подготовки так важно, что я согласился на такую тематику международного сотрудничества в области народной безопасности. Я значительно проще было бы рассказать предшествующие ораторы о той работе, которую мы проводим в рамках отечественной программы на безопасности и предъявить какие-то экспериментальные материалы. Тем не менее, во многом это будет, наверное, мой личный взгляд на проблему. Я постараюсь вам рассказать, какие, с моей точки зрения, существуют движущие силы для того, чтобы все сотрудничали, какие существуют международные структуры, какие есть инструменты для международного сотрудничества. С точки зрения, в первую очередь, интересов российских исследователей Российской Федерации, очень коротко, опыт привлечения российских корректированных структур в такое международное сотрудничество. Ну, из предыдущих докладов вы уже поняли, что нам психология не равна психологии, то существует масса проблем, которые подлежат решению. Это очевидная такая движущая сила для широкого международного разделения труда. Кроме того, этот опыт с Вишнебурной развивается. Вот на этом графике представлено, как быстро на рынок подвигаются новые продукты. И, действительно, для того, чтобы все проверить на безопасность, необходима мобилизация всех усилий международного сообщества. Кроме того, все помнят всю историю с геномодифицированными организмами во всех странах. И все хотят, чтобы многобилиардный рынок, продукции и нанотехнологий был защищен от всех страхов и образований напуганного обывателя. Социология нас учит. Если очень сильно напугать общественное мнение, то никакими средствами, никакими научными фактами изменить его в другую сторону практически невозможно. Что и ярко иллюстрирует история геномодифицированными гостями. Поэтому вкладывают сейчас миллиарды долларов в различных регионах мира, чтобы показать, что нанотехнологии не несут серьезных действий для человечества. Ну, нанотехнологии наук достаточно молодая. Это количество публикаций, до последних рост публикаций по годам. А это рост публикаций, посвященные в области нано-безопасности и нанотехнологии. И те специализируют журналы уже в этой области. И, как мы видим, практически с единичных статей до нескольких сотен статей в год в настоящее время. То, что нанотехнологии уже вокруг нас, это, в принципе, всем очевидно. Но здесь показан блютельный цикл пищевого производства, пищевого продукта, который особенно требует. То область относится к вопросам безопасности. И здесь наночастицы нанотехнологий могут появляться, как на создании исходного сырья. Собственно, используются различные технологические процессы. Даже монофильтрация, допустим, монофильтр. Различная лунная упаковка с наноингредиентами. Система контроля качества на основе наносенсоров и так далее. И вот необходимо на всех этих статях контролировать безопасность использования нанотехнологий и нанопродукций. К сожалению или к счастью, в данном бюро безопасности не существует единого координирующего отдана, такой, как, например, является ХУПа или ХИУПа в геномном проекте или протеомном проекте. В порядке причин. И в первую очередь это связано с тем, что, кроме того, что словно очень большой, сам по себе, кроме того, это напрямую выходит на экономические, очень серьезные экономические интересы ведущих мировых игроков. Решение принимаем в вопрос нано безопасности, напрямую затрагивает экономические интересы и требует политического регулирования. Естественно, разные страны и регионы на разных этапах включились в эту нано-гонку, разные уровни инвестирования, разные политики в этой области. То есть существует какое-то неравномерное сравнение, поэтому таких единых органов, которые может четко прописать программы исследования, практически не существует. на самом деле нет. Кажется, самый главный из них – это ПСД – Организация экономического сотрудничества и развития. Она родилась после войны, как организация, которая координировала план маршала для Европы, и оказала себя самой лучшей страной. В настоящее время в нее входят 35 крупнейших экономик мира. Это такой мозговой центр, рекомендации которого, как правило, скрупулезно исследует в дальнейшем законодательство индивидуальных стран. Это очень эффективная организация, она не сильно какая-то видимая, не сильно теряется, но эффективность ее полезного действия по сравнению с той же организацией в 19-е не соединение. Основная цель – это гармонизация законодательства в различных странах в определенных областях и создание меры по государственному регулированию по созданию наукры. Это добровольная организация, в высшем органам является естественно Ассамблея. Существует управляющий орган, но вся работа со светоточным комитетом. Российская Федерация имеет статус наблюдателя за организацией, когда принято практическое решение о входении Российской Федерации в ЕСД, сейчас этот процесс запущен, и у него есть какие-то временные границы. То есть мы знаем полноправным членом Черния РФ. Комитеты расстелены на working parties – это, можно сказать, такие сектора, которые, в свою очередь, формируют task forces, можно сказать, рабочие люди, для решения конкретных созданий. Естественно, ЕСДИ не могло пойти своим вниманием нанотехнологии, и они там живут в комитете по химии. Существует ракинг-фатри, он насекшит нано-материал, то есть рабочая группа, можно сказать, по искусственным нано-материалам. И задача этой группы, они очень многообразные, это создание единой базы техногенных нано-материалов, УЕСДИ, а УЕСДИ – это практически вся мировая экономика, это небольшие, минус небольшие проценты, и создание соответствующих руководств, распространение лучших практик и так далее. В частности, все люди, которые работают с нано-материалами, существуют, что существуют. Есть приоритетный список нано-материалов, которые рекомендованы у ЕСДИ, с точки зрения проверки их безопасности, в котором, более-менее, все руководствуют. Таким образом, вот именно УЕСДИ является таким надгосударственным органом, который можно считать главным координатором действий в этой области. В связи с тем, что очень много работы, очень много нано-продукции, то существует некая координация, чем, в первую очередь, занимать Соединенных Штатов, чем Европа, чем Китай, и стараются, чтобы программы исследования не дополнили друг друга, они друг друга. Вторым разнейшим инструментом является, естественно, международная организация по стандартам ИСО. Значит, вот здесь представлена стандартная схема проходения стандарта. Я напомню, что стандарт есть некий добровольный документ. Он формируется на основе, в том случае, если пять членов соответствующего комитета организации по стандартам хотят такой стандарт написать, и он поддержан на 50% всех остальных членов. И считает чёткая процедура, которая занимает от 3-4 лет, от того момента, как один из участников игроков мирового рынка захотел внести какой-то стандарт до того момента, как он дошёл до конечной стадии. Стандарты очень важны, они определяют вам новую государственную политику на мировых рынках. Поэтому те экономики, которые продвигаются вперёд в области на технологии и пытаются туда внести как можно больше личных национальных стандартов в силу технику на рынке. Существует огромное количество комитетов, которые затрагивают практически всё материальное производство, естественно. И вот существует комитет номер 229 по нанотехнологии. Здесь указаны его основные области действия, области компетенции, одна из них – это работа в области сохранения здоровья, безопасности и охраны окружающей среды с точки зрения наноматериалов и нанотехнологий. Здесь показано, каким образом вот этот комитет по нанотехнологиям взаимодействует со старыми техническими комитетами ИЗО. Как вы видите, это такая большая вселенная. Первый круг – это в основном метрология, методы характеристики наночастей. А вот это вот все, так сказать, продукции, где принципиально могут использоваться нанотехнологии или наночастицы – это энергетика, биомедицина, материаловедение, химия и так далее. И при формулировке стандарта любой технический комитет согласует свои действия со всеми остальными техническими комитетами, которые заинтересованы в введении такого стандарта. То есть такая горизонтальная разветвленная структура, именно поэтому международные стандарты, они в принципе такие нормальные, взвешенные и могут иметь прямое действие и часто водятся напрямую на территории Российской Федерации. Естественно, в Российской Федерации есть детского такого технического комитета. Это комитет 441 от Росстандарта. У него область компетенции примерно такая, естественно, несколько уже не существует. Вот область его интересов, которая связана с, что-то здесь пропущено, с биологическими аспектами нанотехнологии, связанной со здоровой и безопасностью окружающей среды. Сам этот технический комитет имеет несколько подкомитетов, и третий подкомитет напрямую связан с безопасностью нанотехнологии и нанопродукции. Это те технические комитеты Росстандарта, которые имеют тесные связи с 441, и где предполагается, что будет использована продукция наноиндустрии и нанотехнологии. И, как вы видите, здесь довольно убедительно. Процедура, что в международном комитете, что в российском, примерно одинаковое прохождение и согласование документов. В настоящее время в процессе согласования и разработки находится несколько стандартов, связанных с безопасностью. Некоторые из них являются просто переводом международных стандартов и так называемые стандарты прямого действия. То есть изошные вещи будут переведены на русский язык и им будут видны статус национального стандарта. Но, в частности, это один из них. Такой оценка – автоэкронический токсичный. Веществует план в техническом комитете. Стандарты находятся на разной стадии подготовки. План обычно рассчитан на примерно три года с момента внесения документа до момента выхода его в качестве готового стандарта. Далее, еще один главный инструмент государственного сотрудничества в области безопасности – это европейские технологические платформы. Мы страна европейского, поэтому для нас важно, что происходит у нас в ближайших соседях. И существует естественно национальная программа исследований разработок у всех европейских стран на европейском уровне. Это координируется на уровне, так называемых, рамочных программ. Сейчас идет седьмая рамочная, с 13-го года начнется осуществление восьмой рамочной программы. Российская Федерация не является членом, она не платит членские взносы, не участвует напрямую в этих рамочных программах, но может быть отдельные научные коллективы, имеют право в них участвовать и получать финансирование от европейского сообщества. Функционирует тематика исследования разработок, начиная примерно с седьмой рамочной программы, подбирается и координируется естественно на уровне комитетов еврокомиссии при учетом мнений индивидуальных стран. Но важнейшим инструментом определения приоритетов и определения политики Европы в целом в области исследования и разработки является так называемый инструмент европейских технологических платформ. Если вы знаете, это сейчас очень модное слово в России, технологические платформы сейчас повсеместно по европейскому образцу и подобию создаются и в нашей стране. Это такая форма частного государственного партнерства, которая должна гармонизировать интересы государства, бизнеса и научного сообщества и гражданского общества в лице потребителя. Таким образом они формулируют, формируют тематики будущих исследовательских проектов, в том числе и в международном участке и способствуют вот этому оживлению инновационного конвера от идеи до разработки. Это открытая структура. В принципе, российские некоторые организации являются членами разных европейских технологических платформ. Всего их в настоящее время более трех десятков, десять из них имеют отношение к нам технологиям, они здесь показаны красным цветом.